Особое мнение на 101FM Пользуйтесь, и если вопросы появятся в течение эфира, то мы их гостю обязательно зададим Я бы начала, Олег, разговор с вами вот с какого вопроса Последние несколько месяцев достаточно громко идет процесс по делу Парка Победы Последние несколько недель, ну вот на прошлой неделе, на этой неделе, на позапрошлой неделе Такие достаточно знаковые, я бы сказала, показания даются в суде Чиновники городской администрации, депутаты Кировской городской думы, представители бизнеса В процессе, говоря о том, каким образом менялся статус того самого спорного участка Который был продан сначала заводу охотничьего и рыболовного снаряжения за 338, по-моему, тысяч рублей А потом перепродан за 120 с лишним миллионов И тем самым городу был нанесен ущерб, как предполагает следствие Люди, которые рассказывают об этой истории, они все показывают на одного человека Владимира Васильевича Быкова, который является председателем законодательного собрания А в тот момент был главой города Эти люди, обладая должностными полномочиями Так или иначе, я не знаю, вынуждены были принимать решения Подписывать какие-то документы И все они в суде говорят, мы были против И вот сейчас мы все это смотрим Мы понимаем, что все они показывают в сторону одного человека А вопрос-то, тем не менее, остается Все эти люди, они там работают, да Либо являются депутатами То есть, по идее, должны быть Ну, не знаю, может быть, не кристально честными людьми, конечно Но людьми, вызывающими доверие Как можно им доверять после того, что люди рассказывают? Ну, а какой вопрос-то остается? Вопрос остается, вопрос доверия к власти Всех уровней Ну, во-первых, это не власти органы местного самоуправления Во-вторых, вопрос доверия к власти Ну, с точки зрения простого обывателя Я для себя это как-то так решил То есть, не очень доверять И при возможности перепроверять Все, что сейчас всплывает, я смотрю, читаю Меня берет удивление Меня берет удивление не тому, что рассказывают Меня берет удивление, что это все-таки начало Как-то всплывать, фиксироваться И там по настоянию прокуратуры По настоянию суда Там это стало озвучиваться То есть, удивляет не тот факт Что люди рассказывают и озвучивают Не те факты, которые люди рассказывают и озвучивают А тот факт, что они вообще озвучивают это Да. Тот факт, что государственная система вдруг поступает так, как вроде как бы должна поступать. То есть если есть какие-то подозрения, то они должны исследоваться, расследоваться, должны брать показания свидетелей, вот эти показания должны быть озвучены, и то, что озвучивается, должно быть в открытом судебном процессе, чтобы... Как это сейчас и происходит. Да, как это сейчас и происходит, чтобы люди смогли через средства массовой информации наблюдать за ходом этого процесса и делать какие-то свои выводы. И мне в данном случае совершенно не важно, сможет кто-то конкретно из фигурантов именно этого дела увернуться, доказать свою виновность, невиновность. То есть мы знаем, что юридическая реальность – это немножко не та реальность, в которой живут все наши люди. То есть юридическая реальность, она более заковыриста, более сложна для понимания, и если не доказано, что человек виновен, он считается юридически невиновным. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, как это было и что это было, и вот люди свидетельствуют. То есть свое отношение именно к людям, мы как люди, отношение к личностям, мы можем составлять хоть прямо сейчас, и раньше-то мы об этом знали, но не было официальных подтверждений. Сейчас эти прекрасные отношения, они находят подтверждение в словах свидетелей, а осудят их или нет, какую правовую оценку дадут государственные органы, вот это уже вопрос десятый. Правовую оценку действиям свидетелей, которые сейчас говорят о том, что принимали какое-то участие. Правовую оценку фигурантам дела. Фигурантам дела все-таки. Да. Хорошо. В таком случае вопрос по поводу, во-первых, тех, кто выступает свидетелями. Должны ли они нести какую-то ответственность, кроме моральной, за свои действия? Понятно, что это будет определять суд, и диктовать ему мы не можем, но все-таки. Разумеется, они несут ответственность за свои слова, за достоверность там сказанных слов, разумеется. Нет, за те действия, которые они предпринимали в отношении Парка Победы, того спорного участка. Ну, понимаете, вот мы живем в такое время, когда там обилие законов позволяет достаточно, вот если люди грамотные, да, то можно нарушить дух и суть закона, не нарушая буквы. То есть, по сути говоря, каждый отдельный человек там не делал ничего противозаконного, там, находясь на своем месте. То есть, как-то промолчать. То есть, решение было принято депутатами, все об этом говорят, да, относительно Парка Победы, что с точки зрения закона подстраховались максимально. Да, да. Вот, а по сути, как бы, ну, получилось так, как получилось, и по сути мы понимаем, в чем там суть претензий, в чем заключается ущерб, но каждое отдельное звено, оно вроде как бы не виноваты. То есть, к пуговицам претензии есть? Нет. Ну, и все, какие претензии? Хорошо, юридическая ответственность, понятно. А с точки зрения моральной ответственности, должны ли эти люди нести какую-то моральную ответственность? С точки зрения моральной ответственности, этической, это такое дело индивидуальное. То есть, это вопрос выстраивания взаимоотношений между людьми. Вот в следующий раз этим людям кто-то будет доверять или нет, это уже вопрос будущих отношений с этими людьми. Я не знаю. То есть, на самом деле, тут все тоже достаточно неочевидно. Там степень вины или там невиновности там каждого человека, стоит ли она на каких-то там личностных весах, там кто-то, может быть, руки не подаст, а кто-то, может быть, считает, что это того не стоит, и этот человек не был двигателем там всей истории. Самое интересное, что я сейчас начинаю задумываться, что кто-то по разным причинам может руки не подать. То есть, кто-то не подаст руки, потому что человек в свое время промолчал, а кто-то не подаст руки, потому что человек сейчас не промолчал. Ну да. То есть, ну, ситуация сложная, то есть, да, это жизнь. Еще вопрос. Почему вся эта история, вы говорите, что вы были удивлены тем, что эта история вышла в паблик, и тем, что это достаточно широко сейчас освещается в средствах массовой информации, в том числе и в том, что процесс открытый. Почему эта история все-таки вышла в паблик? Эта история, она вышла в паблик очень давно, практически там с самого начала были и обсуждения, и в интернетах там очень много писали об этом, и собирались массовые мероприятия, там, я был, я помню. Но не было людей, которые показывали пальцем на конкретного человека и говорили, что это он заставил, или он рекомендовал, или он попросил? Не было официально заведенных там дел, там, государственными органами, прокуратурой, то есть, не было там следствия, не было там формальных фигурантов, то есть, государство подключилось, и вот в этом состоит мое удивление, то, что это начало признаваться на официальном уровне. Вот почему государство подключилось? Вот для меня это удивительно. Это показательная какая-то история, показательная порка? Вот пока это еще не показательно, потому что порки как таковой еще пока нет. И может быть и не будет. И может быть и не будет. Там, может быть, и фигуранты отделаются легким испугом, я не знаю, каков будет там итог. Но то, что там само дело заведено, и то, что свидетели, и такие свидетели опрашиваются за там действие или бездействие, там, их просят и настаивают, чтобы они припоминали детали, кто кому что сказал. Вот, и эти детали зависят от многих и многих лиц и задевают многие интересы. Там, это удивительно. Обычно такие дела, ну, не доходят до официальных, там, разбирательств, там, в зале суда. А обычно как происходит? Ну, обычно на этапе возбуждения уголовного дела, то есть оказывается, что не хватает, там, не хватает или просто нет причин возбуждать уголовное дело. То есть отказ от возбуждения уголовного дела, и нет дела, и нет никаких допросов, опросов, свидетелей. То есть может быть формальный подход, а может быть такой, с пристрастием. Ну, да. То есть в паблик выходили очень много всяких разных историй, которые не окончились ничем. И вот эта история отличается тем, что все-таки здесь есть развитие, и здесь государственная машина участвует и пытается там расследовать, и это куда-то все продвигается вперед. Как далеко зайдет, непонятно, но очень интересно просто наблюдать. Мы можем все-таки предположить, зачем это нужно государственной машине? Ну, вообще-то я предполагал бы, что государственной машине это нужно, потому что это должно быть ее сутью и смыслом. Это идеальный вариант. Мы видели на протяжении многих лет истории совершенно иные. Да. И если там за этим делом появится там второе, третье, где вопросы все-таки задаются, в том числе и статусным фигурантам, и вне зависимости от должностей, там в суд вызываются свидетели, ну это будет каким-то обнадеживающим фактом. То, что все-таки власть исполняет свою функцию. И то, что просили там, ну расследовать, все-таки начинают там как-то расследоваться. Я понимаю, что это, правильно понимаю, что это такой репутационный вопрос? Ну, да, репутационный вопрос. Для правоохранительных органов, для органов следствия? Репутационный вопрос. То есть, либо они доводят это дело до конца, либо вот они сейчас исследуют и приходят к какому-то финалу, который, может быть, не закончится наказанием кого-либо, да? Ну, не так часто. На самом деле, вот мы уже привыкли, что если каких-то статусных людей вдруг правоохранительная система начинает интересоваться, то мы привыкли, что это вопрос уже решенный. И прав или не прав, когда даже есть полное ощущение невиновности человека, то есть, если официально следствие заведено, то шансов выкрутиться уже никаких, вне зависимости от правоты. Здесь пока степень вины не доказана абсолютно у конкретных людей, в конкретных ситуациях, там еще много-много работы, но начало обнадеживающее в данной истории. Будет ли это строиться по такой же схеме и другие статусные дела, неизвестно. Пока непонятно. Финал этого дела будет показателем? То есть, закончится реальными посадками, условно говоря, или закончится пшиком? Финал этого дела в любом случае будет показательный. То есть, поставленная точка в этом деле, она будет свидетельствовать о желании или нежелании государственной системы ворошить дела представителей правящих элит. То есть, в любом случае, это будет показательно, чем бы не закончилось. То есть, говорит Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области. Мы сделаем перерыв на полминуты и вернемся. Особое мнение на 101FM В нашей студии Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем программу Особое мнение. Но раз уж мы заговорили о репутации, в том числе правоохранительных органов, я бы, Олег, вас попросила прокомментировать следующую тему. Она, конечно, федеральная, эта тема, тем не менее, она имеет отношение, мне кажется, ко всем нам, потому что, ну, я не знаю, можно ли говорить громкое слово произвол, но, тем не менее, некоторыми экспертами, в том числе и в интернете, и в СМИ, таких вот оффлайновых СМИ, действия силовиков на недавних митингах в Москве, некоторые действия силовиков, были расценены именно так. Сейчас в интернете, в интернете находится петиция, которую подписали более 140 тысяч человек, и петиция это за отсутствие анонимности, скажем так, да, сотрудников правоохранительных органов, которые принимают участие, в том числе, вот, ну, не знаю, там, в охране порядка во время массовых акций. Неважно, там, какого формата, с каким знаком это акция, там, против чего-то, либо за что-то, да, собственно, вот текст петиции. Мы содержим полицию для того, чтобы она охраняла порядок, для этого мы отчисляем часть своих доходов в бюджет, чтобы полицейские работали эффективнее, мы также наделяем их правом законно использовать силу. Этим правом легко злоупотребить, поэтому, чтобы полицейские этого не делали, существует закон о полиции. Он регулирует наши отношения с правоохранителями. Одним из основных принципов этого закона является запрет на анонимность полицейских. Именно поэтому каждый сотрудник полиции обязан представляться и предъявлять документ, если хочет досмотреть или задержать кого-то. И по этой же причине полицейские на улицах носят форму и нагрудный знак. Ну и дальше в петициях говорится о том, что во время митингов проблема анонимности полицейских остается, потому что в толпе полицейскому сложно представиться. Мы видели все вот видеоматериалы с задержаниями активистов, достаточно стремительно это происходит. Кроме того, большой железной бляхой легко поранится, если вдруг накаляются страсти, поэтому полицейские часто прячут их под бронежилет. А потом, собственно говоря, возникает история, как история с конфликтами, когда непонятно совершенно, какой представитель полиции применил или не применил избыточную силу. Ну вот два вопроса. Первый, Олег, вы эту петицию поддерживаете, не поддерживаете? Считаете ли, что анонимности полицейских, работающих на митингах, не место в нашей стране? Есть ли какие-то, возможно, связанные с этим проблемы? И вообще история с тем, насколько обязаны люди, работающие на митингах, правоохранители, работающие на митингах, быть неанонимными? Ну, разумеется, я поддерживаю смысл данной петиции, я только не совсем уверен в самом механизме подачи петиций. То есть портал, на котором она размещена, или вообще сам факт ее появления? Сам механизм подписания петиции для меня такая вещь очень неочевидная, непонятная, я в нее не верю. То есть могут там... Нерезультативные? Нерезультативные. Ну, 100 тысяч, 200, да хоть сколько миллионов там подпишут петицию на каком-то там портале, и потом что? И потом что с этими подписями дальше происходит? Даже если их послать для государственного органа, это будет неявно, что... Это не референдум? Ну да, то есть какие-то, ну вот с какого-то сайта пришла таблица с именами, с какими-то именами, там, что вот якобы люди заполнили какую-то форму на сайте, и что для государственного органа это, ну, не есть подтверждение, что там именно люди подписали там что-то. И вообще это может быть нереальные люди? Может быть нереальные, может быть там... Я не верю в механизм подачи петиции. В качестве эмоционального чисто самому для себя, там, стать рядом с единомышленниками и увидеть, что... Что у вас 140 тысяч? Да, что у нас очень много там людей. Вот. Да, это, ну, это такая психотерапия для тех, кто в это верит. Возможно, там, выражать свое мнение, там, в письменном виде, там, от себя лично, адресно, там, письмом, там, в Госдуму, там, Совет Федерации, президенту, генпрокуратуру и так далее. Было бы действием. Да, с этим же текстом, но лично от гражданина, там, полностью в соответствии с законом, там... С указанными контактными данными. Да, да, о подаче, там, обращений. Пусть там точно такой же текст содержится, но лично от каждого человека. 140 тысяч писем в Государственную Думу, да? И каждому надо ответить. Да, и каждому надо по закону ответить персонально. То есть, система вынуждена будет на это реагировать, ну, на такие обращения. На петиции через сайты, ну, я не знаю, не уверен. Что касается анонимности, да, конечно, я полностью поддерживаю эту позицию. Обязаны полицейские, работающие на митингах, быть неанонимными или нет? Полицейские, в соответствии с законом о полиции, обязаны. Но на митинге работают не только полиция, работает Росгвардия, работают еще разные подразделения. Вот, есть, там, скрытые сотрудники, вот, которые... Ну, они в штатском, там, в штатском, там, да. То есть, бывают разные подразделения, разные работы и, там, регламентируются разными вещами. Те сотрудники полиции, которые, там, в данное время находятся, там, действительно, там, в свое служебное время, там, на службе, они обязаны, да, нагрудный знак. Вот, то, что прячут, там, под бронежилет, ну, это неправильно. То есть, надо настаивать, что нагрудный знак, он для того и есть, для идентификации. И тут маленькая тонкость. Мы говорим не о полной, там, дианонимизации. То есть, мы не говорим о том, что полицейские, вот, на массовом мероприятии везде транслируют свое фамилии, имя, отчество, там, год рождения, там, домашний адрес и так далее. Должен быть некий номер. Должен быть некий номер, по которому можно обратиться в правоохранительные органы и указать, что сотрудник с номером таким-то производил действия такие-то. И там дальше уже проверка, там, им самим будет проще, понятнее для служб, там, собственной безопасности исследовать какие-то, там, инциденты или не инциденты, а наоборот, там, подтверждать правоту, там, именно своих сотрудников, быть уверенными, что правильно поступил именно вот этот сотрудник. Или неправильно поступил. Или неправильно. А какой не кто-то из, там, десятков присутствующих здесь, лицо которых, там, закрыто защитными, там, средствами, и невозможно понять, кто это был. Ну, это ведь не первый митинг, который, ну, в том числе разгоняется, да, достаточно жестко. И я так понимаю, что не первый раз возникают вот эти претензии к анонимности полицейских. Почему не сделано в таком случае до сих пор? Ну, почему у нас в государстве не сделано то, почему не сделано это? По разным причинам. По разным причинам. То есть я ни в коем случае как бы не оправдываю и не говорю... Руководство, руководство правоохранительных органов заинтересовано в том, чтобы сотрудники не были анонимными? Сколько-то лет назад не было и нагрудных знаков. Нагрудные знаки появились. И обычный, там, патруль, там, ППС, который идет по городу, там, с нагрудными знаками. У нас в Кирове, там, и в других городах, там, активисты проводили специальные, там, ну, там... Проверки. Проверки. Там, не скажу, там, громкое слово рейды, но, вот, проверки. И когда видели, там, сотрудника полиции без нагрудного знака, ну, в форме, но без нагрудного знака, там, фотографировали, посылали в управление внутренних дел, да, и получали самоответы, что, да, информация проверена, сотрудник наказан за то, что в рабочее время, там, на дежурстве был без нагрудного знака. Там взято объяснение, и, там, сотрудник получил взыскание. То есть, это работает. На массовых мероприятиях, то есть, это, ну, тоже надо настаивать, чтобы в этой части закон продолжал соблюдаться. Надо настаивать. Не, мы настаивать-то можем. Можем сколько угодно настаивать. Просто я не вижу результата. В нашей стране такие результаты бывают... Не сразу? Не сразу. Через несколько лет. То есть, вот, несколько лет надо настаивать, чтобы, наконец-то, появились поправки в законодательство. Ну, вот, я верю в то, что это будет. Не, ну, а какие поправки в законодательство? В законе о полиции прописано, что человек должен быть неанонимным? В законодательстве полиции есть еще закон о Росгвардии. Так. Кроме того, есть еще ведомственные письма, инструкции по, там, разным подразделениям. Разным подразделениям и разным ситуациям. То есть, это все надо изучать и сводить в единую систему. И этому может помочь только юридическая практика, только, там, опять же, заявление, там, в прокуратуру. 140 тысяч писем. Ну, я думаю, что, может быть, даже и больше, но без этого никак. То есть, сама себя система не имеет, она не имеет стимулов менять саму себя. Я правильно понимаю, Олег, что после того, как будут изменены законы, как будут внесены уточнения в уже существующие законы, и вот эта вот история, если они будут, конечно, внесены, эта история начнет работать, не будет проблем у сотрудников полиции. Потому что сейчас, например, как аргумент того, почему сотрудники анонимны, приводится следующее. Там, Россия, страна, где базы данных, ну, скажем так, не всегда безопасны, да, и не всегда содержатся в тех местах, где должны, они могут уйти куда-то налево, и кто-то по номеру этого самого жетона может выяснить личность полицейского, домашний адрес, а там начнется, значит, террор, угрозы, все что угодно. Слушайте, ну, это аргумент какой-то такой, ну, достаточно бредовый, потому что если это отвечает таким образом правоохранительная система, то есть Министерство внутренних дел отвечает, что... Ну, это не Министерство, нет, 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 это устами неких комментаторов в интернете. Естественно, это неофициальное мнение, что мы не поместим номер на жетоне, потому что потом, значит, наши базы куда-то там уплывут в открытый доступ. Если внутренние базы, там, правоохранительных органов, там, правоохранительная система боится сама вести, то о каком порядке может вообще идти речь? То есть кто защищает порядок, если они внутри себя, внутри своего ведомства не могут навести порядок и, там, строгость хранения, там, персональных данных собственных сотрудников? Это не какие-то, там, абстрактные базы данных, там... В интернете? От служб такси, там, из парикмахерских и прочее-прочее, там, телефоны, там, граждан. Вот. Это персональные данные сотрудников, там, системы, которые, конечно же, должны в соответствии, там, со всеми требованиями храниться, там, внутри самой системы. Система должна быть заинтересована, а в том, чтобы не была анонимной, да? Чтобы люди, которые работают внутри системы, могли быть опознаны. Это работает на репутацию. Они должны быть опознаны самой системой в том числе. Потому что возникают спорные ситуации, когда, как я понимаю, не очень понятно вообще, кому предъявлять претензии и проводить служебную проверку. Да. Вот. И эти системы должны работать с точки зрения безопасности личности, там, сотрудников, да, и членов их семей. Разумеется. Но анонимности на митингах не место. Ну, там, относительная анонимность. То есть, по запросу через, там, юридические процедуры, там, необходимо. При обоснованности запроса, при прохождении всех юридических процедур, анонимность должна сниматься. Если действительно подтверждено, что сотрудник с номером таким-то совершил какие-то противоправные действия, то есть человек... Или превысил полномочия. Превысил полномочия. То каждый человек имеет право, там, подать в суд и настаивать на... Раскрытие личности. Раскрытие личности. Ну, вызов свидетелей, там, опрос фигурантов, ну, и так далее. Это не значит, что, там, везде должны быть, опять же, фамилии, имя, отчество, паспортные данные. Крупно написано на спине фамилия человека, да? То есть анонимность сохраняется, вот, анонимность относительная, но через запросы, через юридические процедуры должен быть доступ. И система сама должна идентифицировать своих сотрудников. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной палаты Кировской области. У нас сейчас небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Особое мнение на 101FM. В нашей студии Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем. Олег, ну, теперь уже к нашим митингам, к нашим кировским митингам, да, их у нас тоже, кстати говоря, немало. И в Кирове даже те акции, которые, насколько я помню, были несанкционированы, всегда, слава богу, пока проходили мирно, без разгонов, там, да, и распихивание активистов жесткого, распихивание по автозакам. Но я пока о санкционированных митингах говорю. Поводом для большинства из них в последнее время становится перепрофилирование объектов Мородыкова. Ну, и, собственно говоря, вот недавние совершенно митинги, они тоже вызывают обсуждение, достаточно живое. Но, в частности, есть ли место политики на таких митингах? Накануне и в понедельник в нашей студии два человека высказывались по этому поводу. Исполнительный директор опоры России Кировского отделения Егор Поспелов и руководитель фракции КПРФ ЗАГС Собраний Сергей Мамаев. Что говорит Егор Поспелов? Он говорит, к сожалению, наши политические партии не могут договориться между собой, объединить усилия, да, для того, чтобы собрать большой массовый митинг по какой-то проблемной истории. Каждый тянет одеяло на себя, хотя политики на митингах не место. Сергей Павлинович Мамаев говорит следующее. Без политической составляющей глобальные вопросы не решаются. Так вот, все-таки партии должны договариваться или партии должны все-таки как-то идентифицировать себя и зарабатывать какие-то политические очки, в том числе организуя митинги по проблемным вопросам? На самом деле никто никому ничего не должен. Ага, понятно. Политические партии – это политические организации. Общественные организации. Это общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью, строго говоря, по закону. Если есть какой-то круг единомышленников, и они входят в общественную организацию, занимающуюся политической деятельностью, то они вправе быть заявителями, они вправе формулировать там свое мнение и высказывать. Если они хотят провести митинг и сказать на нем какие-то совершенно конкретные слова от своего имени, то и флаг им, как говорится, в руки. Должны ли они объединяться с другими политическими организациями, которые, по сути говоря, с точки зрения выборного законодательства являются их конкурентами, с точки зрения идеологии. Но они делят электорат, скажем так, да? Делят электорат во время выборов, извините. Делят электорат, то есть это как делить шкуру неубитого медведя. Они борются за внимание избирателей, за внимание простых граждан. Вот это более красиво будет сейчас. За доверие простых граждан. И, конечно же, пытаются петь, как говорится, не в хоре, а соло. Это их индивидуальные тактические решения. Могут они провести совместное мероприятие с другими политическими организациями или не могут? Но тут вопрос договороспособности. Это я понимаю. Я-то немножечко про другое. Партии политические вообще, представители политических партий, более заинтересованы в том, чтобы по проблемному вопросу провести единоличный митинг, собрать туда какое-то количество людей, своих сторонников и, может быть, посторонних, и выглядеть в их глазах, как люди, которые вот серьёзные проблемы и беспокоены. Или они должны выглядеть, как люди договороспособные и готовые объединяться, в том числе с конкурентами, ради решения действительно важной задачи. Ну, опять же, вы говорите... Должны. Должны. Ну, хорошо, могут. Это непосредственно отношение людей, руководство этих организаций, друг с другом, с людьми, которые им доверяют. Они имеют право на вот это вот своё личное отношение, личный подход. А лучше-то как? Если проблема того стоит, то можно попробовать и так, и иначе, и свои мероприятия поделать, и вписаться там, попытаться договориться на общее мероприятие. То есть это вопрос такой, ну, это творческая работа именно вот этих вот партийных деятелей. То есть никакой обязанности нет? Никакой обязанности нет. Если они решат проигнорировать и промолчать, там, данный конкретный повод, это тоже их право. У нас есть примеры, вот в истории Кировской области, ну, последнего десятилетия, есть примеры, когда разные политические силы объединялись, чтобы решить какой-то важный вопрос? Да, так-то... Так, но вскидку не вспомнили, или были? Нет, были, наоборот, была масса, там, разных примеров, когда разные политические организации выходили на общее мероприятие, были очень разные флаги. Вот даже сейчас, вот я не могу и припомнить, там, всех этих поводов. Ну, вот миссинги против пенсионной реформы, я помню, собирали разных представителей политических. Так, там, что-то было и по поводу дорог. Ну, разные бывают форматы. И тут этот вопрос просто, как договорятся лидеры, как предложат друг другу взаимодействие, на каких условиях смогут... Лидеры политических сил в Кировской области договоры способны? Разные бывают. Так. Большого стремления сотрудничать вот не видно. Как было бы лучше, я не знаю, как было бы лучше. То есть, было и такое, что вот здесь пять человек с флагами, там, с такими, и там пять человек с флагами, с такими-то, и всего-то их там 10-15, как бы, с разными флагами, и все равно все это смотрится, там, смотрелось как-то не очень массово. Ну, бывало и такое, но, по крайней мере, это были какие-то там общие мероприятия. Не знаю, если есть что-то сказать нового, к тому, что уже сказано и обсуждено, там, в том числе по проблеме Марадыкова, то есть куча разных форматов, где и как это можно сказать. Если это удобнее говорить через политическую организацию, ну, окей, можно говорить через политическую организацию. Не каждая политическая организация может позволить себе открытым текстом произнести весь набор аргументов. Кто-то посмелее, кто-то не очень. Ну, это вопрос формирования доверий, там, руководства этих организаций, там, со своими сторонниками, со своими избирателями. Ну, и вообще с гражданами. Ну, и вообще с гражданами. Как они это организуют, это их дело. Тут никто никому ничего не должен, тут кто будет убедительнее. То есть даже эффективность мы сейчас не можем оценить, да? Совместные действия или каждая изъела на себя. Эффективность того или иного мероприятия, которые проводят партии и организации. Какие мероприятия? Протестные, хорошо. Если мы говорим про публичные протестные мероприятия, то их эффективность, ну, вообще, ну, так, ну, крайне низка, мне кажется. Это мое мнение, я могу ошибаться, но я не видел, чтобы, там, исполнительная и законодательная власть, там, а следом за ней и судебная, да, после какого-то там митинга, пусть он будет, там, трижды массово сказать, ой, да, действительно, мы что-то тут ошиблись, мы решим... Сейчас мы перерешаем, передумаем. Отменим мы свое, там, уже принятое, там, решение. Вот, если честно, не видел. Ну, в таком случае большой вопрос вообще к эффективности митингов и каких-то уличных протестных акций. Привлечь внимание сторонников, сказать о том, что, там, ребята, там, рано или поздно будут выборы, выбирайте наших представителей, потому что... Засветились, два. Вот наша программа, мы думаем вот так, и мы готовы это отстаивать, когда придем в законодательные органы, ну, в органы представительные. Вот, это смысл для политических организаций. То есть получается, что не конкретная какая-то история решения конкретного вопроса, а больше работа на будущее, да? Хорошо. Еще одна тема, которую мы, я думаю, успеем обсудить. Есть у нас три минуты до конца. Олег, я напоминаю, нашим слушателем является еще и членом общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав... Хорошо. В местах лишения свободы. В местах лишения свободы. Вот так коротко, да, относительно я скажу. И, насколько я понимаю, как раз сейчас уже начинается период формирования нового состава ОНК, которая должна приступить к работе то ли в октябре, то ли в ноябре этого года. Так ли это? Да. Сейчас идет формирование нового состава. Как давно идет? Ну, где-то вот с месяц. С месяц уже набираете, принимаете заявки. До какого времени? Мы принимаем заявки. Хорошо. Общественная палата. Нет? Общественная палата Российской Федерации. То есть мы, как члены ОНК этого созыва, как люди, которые занимаются этой темой, то есть мы просим общественные объединения, в уставе которых есть вид деятельности защиты прав человека, такие по закону могут выдвигать своих представителей в общественной наблюдательной комиссии. Мы просим такие организации выдвинуть этих представителей, оформить в соответствии с требованиями закона заявку, приложить анкету кандидату, анкету общественного объединения, взять справку об отсутствии судимости. И готовим документы на выдвижение и посылаем в общественную палату Российской Федерации. Видимо, где-то в октябре, там, после сбора всех заявок... Начало октября или конец октября? Конец. Конец октября. Скорее всего. Общественная палата Российской Федерации рассмотрит заявки там со всех регионов и сформирует там списывочный состав общественных наблюдательных комиссий. Много ли сейчас желающих, много ли заявлений уже к этому моменту? Мне неизвестна там полная картина, потому что кто-то еще готовит. Ну, порядок хотя бы. Насколько я могу судить, там несколько десятков человек выдвигается. Уже есть несколько десятков или собираются выдвигаться. Или собираются выдвигаться. А численность общественной наблюдательной комиссии? По закону до 40 человек в регионе. У нас сейчас сколько вот этот созыв? В данный момент 28 человек. 28 человек ВНК. Количество одобренных заявлений и неодобренных, это решение принимает общественная палата Российской Федерации. Она основывается на каких критериях? То есть кто попадет в ВНК из тех нескольких десятков, которые... Сложно сказать, потому что созыв от созыва, там менялись какие-то там... Требования, критерии? Не требования, требования и критерии остаются неизменными. Там меняются какие-то подходы, меняются, не знаю, политика. Этот созыв, Кировская область, одна из самых многочисленных в стране. Вот как ни странно. ОНК у нас, да? Да, ОНК. 28 человек, так? Было 30, но два человека вышли. Больше нас по составу только, по-моему, Москва и Екатеринбург. Более крупные субъекты. Как будет в следующем созыве, мне сложно сказать, это будет зависеть от общественной палаты Российской Федерации. Принимает ли общественная палата Российской Федерации во внимание активность членов ОНК, если они работали, кандидатов ОНК, если они работали в предыдущих созывах и как-то себя проявляли? Я надеюсь, что да. Но это надежда, это не правило такое. Мне неизвестно, каким образом будет принимать решение общественная палата Российской Федерации. Понятно. В общем, ждем конца октября, получается. В конце октября будет уже известно, что будет с нашей общественной наблюдательной комиссией, сколько человек там будет и кто войдет в ее состав. Благодарю Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки НКО, членов ОНК и членов общественной палаты Кировской области. Программа «Особое мнение» на этом завершается.